Тайная война. Итальянская операция С.А.С. Март 1945 года. В богом забытом уголке Европы идёт выполнение секретной миссии. К двум виллам на севере Италии приближается группа хорошо вооружённых солдат. Их цель — главный немецкий штаб сразу за линией фронта. Атаку возглавили двое. Майкл Лис — шпион, высланный управлением специальных операций Уинстона Черчилля. Ирой Фарен, и специальные авиационные службы Британии, он нарушил приказ. Ему была поручена канцелярская работа, но он не смог усидеть в кабинете. Более того, эта миссия давно была отменена. Так решило главное командование союзных войск. Оба солдата нарушили приказ. Проведение операции грозило им военным трибуналом. Справятся ли они с этой операцией? Что их ожидает? Тюрьма или смерть? Январь 1945 года. Италия. Последний год Второй мировой войны. Италия расколота на части. 15 месяцев назад был свергнут диктатор Муссолини. Итальянцы перешли на сторону армии союзников, ведущей бои на юге страны. Северную Италию оккупировали немецкие войска. Не без помощи итальянских фашистов. Зимой войска союзников, продвигавшиеся на север Италии, застряли между долиной Рекипо и Аппенинами. Союзники решили воспользоваться этой вынужденной остановкой, чтобы набраться сил перед новым походом. Все знали, что весной армия союзников нанесет главный удар по противнику. До этого кто-то должен был ослабить силы врага. Этим человеком был агент управления спецоперацией Майкл Лис. Лис всегда любил приключения. В детстве он обожал играть на природе. В армию он вступил еще в начале войны. Сначала он служил в Индии, потом в парашютно-десантном батальоне в Африканской пустыне. Но воинская служба казалась Лизу недостаточно увлекательной. Поэтому он решил завербоваться в управление специальных операций, или УСО. Главной задачей УСО было свержение немецкого оккупационного режима в Западной Европе. Чтобы попасть в УСО, Лиз решил схитрить. Майкл рассказал мне, как он поступил в управление спецоперацией. Он просто пришел туда и сказал, я опытный парашютист, хочу служить тут. Лизу было поручено оказать содействие югославским партизанам. Вскоре он стал опытным агентом. Опасность он любил больше всего на свете. Январь 1945 года. Аэродром союзников возле Флоренции. Лиз собирался использовать свой ценный опыт в новой миссии под кодовым названием «Конверт». Это было его третье задание в УСО. На этот раз Лиз должен был работать с итальянскими партизанами. На самолете «Дакота» Майкл отправился к северным Аппенинам на оккупированную территорию. Он подлетел к зоне десантирования при свете дня. Лиз выпрыгнул из самолета с парашютом. Это было 3 января 1945 года. Он приземлился здесь, рядом с деревней Фебио, у подножья Аппенин. Лиз немедленно отправился на поиски партизан. Те скрывались в горах, окружавших район приземления. Этот отряд назывался дивизией Риджани. Люди, входившие в состав этой группы, придерживались различных политических взглядов, но большинство из них были коммунистами. Помимо итальянцев, в отряде находилось немало перебежчиков из немецкой армии. Среди них было много русских, попавших в немецкий плен и мобилизованных в немецкую армию. В дивизии Риджани нередко встречались люди такого вида. В красном галстуке и с немецким оружием в руках. Странное сочетание. Партизаны ходили вооруженными до зубов, чтобы выглядеть как можно более грозно. Но внешность обманчива. Грозные партизаны дивизии Риджани сражаться практически не умели. Задание Лиза – исправить это положение. У партизан имелось одно преимущество – выбранная ими местность. Они скрывались в пологой долине, почти недоступной для наземного транспорта. Партизаны контролировали все стратегически важные перевалы. Немецкие войска, которые заняли долину пониже, лишь изредка пытались прорвать эту оборону. Партизаны могли в любой момент отступить и спрятаться в лесу. Это обстоятельство придавало агенту Лизу уверенности. Первым делом в горной деревушке Секьо Лиз устроил штаб. Этот штаб получил название «Британская миссия». Лиз плохо знал итальянский, поэтому он сразу же начал искать помощников. Требовалось найти тех, кто владел и английским, и итальянским. Одним из помощников Лиза был 17-летний Бруно Гимппл. Юноша родился в Англии, но с начала войны проживал в Италии. Я жил в деревне на севере Италии. Однажды меня попросили передать сообщение от партизанского отряда, который обосновался ниже по склону горы. Я отправился в британский штаб, где меня встретил капитан Лиз. Я сказал ему, у меня для вас сообщение. Сообщение? Ты говоришь по-английски? Спросил капитан. Я ответил, да, я родился в Британию, и тогда мне предложили остаться в штабе. Бруно сразу понял, с кем его свела судьба. Он поселился в штабе Майкла в Секьо. Я сразу понял, Лиз ради своей миссии мог пойти на все. Он был идейным человеком. Лиз хотел испытать себя, пока война не кончилась. Пожалуй, его можно назвать тщеславным, даже эгоцентриком. Не хочу его осуждать, но это так, он, вероятно, мало думал о других. Создав штабы и наладив контакт с партизанами, Лиз перешел к организационной деятельности. Но для этого ему требовалось больше оружия. В кассе Балоки выбрали участок для выброски грузов. Туда самолеты сбрасывали боеприпасы для партизан. Винтовки, противотанковое оружие и столь любимые УСУ автоматы системы Стэн. Стэн — это легендарное оружие. Автомат с заваренным 9-миллиметровым стволом, тот же калибр, что и у немецкого оружия. Из Стэна можно стрелять вражескими пулями. Теперь партизаны были готовы к военным операциям. По приказу Лиза, они участили атаки на немецкие позиции. Партизаны старались нейтрализовать как можно больше вражеских отрядов. Они устраивали засады вдоль шоссе. Партизаны держали немцев в постоянном напряжении. Они резали телефонные линии, взрывали поезда и железнодорожные пути, нападали на конвои. Как и положено партизанам, они нападали и исчезали внезапно. Лиз ездил по округе, организуя различные операции. Это была беспокойная, полная опасности и жизнь. Иногда немцам почти удавалось нас поймать. Мы ездили от одного партизанского отряда к другому. Нередко планировали маршрут так, чтобы навестить несколько отрядов. В каждой провинции был свой отряд со своей миссией. В феврале 1945-го Майкл Лиз получил интересные разведданные. Эта информация происходила из необычного источника. Ее сообщил Майклу бывший десантник, австриец по имени Ганс. Он был дезертиром, сбежавшим к партизанам на немецком грузовике. Да, я хорошо помню Ганса. Такой высокий блондин. Мне он не нравился. Тем не менее, Ганс горел желанием сражаться с немцами. По его словам, в поселке Баттеге, примерно в 50 километрах от долины, находился важный немецкий штаб. Но могли ли партизаны доверять Гансу? Или это ловушка? Лизу требовалось выяснить правду. Нужно было узнать, действительно ли в поселке есть штаб. И если да, то какой? И как лучше использовать эти сведения при весеннем наступлении союзных войск? Лиз решил задействовать секретное оружие партизан, так называемую эстафету. Поначалу партизаны подразумевали под эстафетой курьерскую почту. Но потом эстафетой стали называть нечто более важное. Эстафетами называли молодых девушек-разведчиц, которые собирали сведения для партизан. Разведка имела для нас огромное значение. В партизанской войне надо знать про врага все. Пока нам были известны планы немцев, они не могли нас поймать. Эти девушки использовали свое обаяние, мило общались с немцами, а потому могли беспрепятственно добывать информацию. Разведчица, съездившая в Баттеге, подтвердила сведения, полученные от Ганса. Девушка сообщила партизанам точные координаты штаба. На дороге, ведущей в поселок на расстоянии около 150 метров, друг к другу стояли две виллы – вилла Росси и вилла Кальви. В этих виллах расположился штаб 51-го корпуса и 14-й армии немцев. Отсюда можно было наблюдать за линией фронта. Главные штабы и центры связи находились на вилле Кальви. На вилле Росси были расквартированы сотрудники штаба. Здесь же часто останавливался генерал, командовавший на этом участке фронта. Идеальная мишень. Если бы Лизу удалось уничтожить вилла и убить генерала, либо взять его в плен, это бы парализовало обширный участок немецкого фронта. Для Лиза это была крайне удачная возможность внести свою лепту и поспособствовать приближению победы. Лизу не терпелось привести свой план в действие, он же только об этом и мечтал. Более удачного момента и придумать нельзя. Союзники готовились к весеннему наступлению, которого все ждали с нетерпением. Уже была назначена дата. 6 апреля 1945 года. У Лизы оставалось на подготовку два месяца. Главное командование сил союзников хотело, чтобы планируемое нападение нанесло немецкой армии максимальный ущерб. Лиз попросил своего радиста отправить командованию запрос о разрешении провести операцию. Британская миссия, Секью, февраль 1945 года. Разрешение было получено. Планируемая операция получила название Тамбола. Но у Лиза возникла проблема. Его партизаны неплохо умели устраивать диверсии. Но для проведения операции Тамбола требовались более опытные бойцы. Закаленные солдаты, которые подготовили бы партизан к проведению атаки. Лиз обратился в специальную авиационную службу вооруженных сил Великобритании. Это элитное подразделение в 1941 году создал полковник Дэвид Стирлинг. Его подразделение снискало себе славу в пустынях Северной Африки, где бойцы взрывали склады противника далеко за линией фронта. Их главным транспортом был джип. САЭС приспособили этот внедорожный автомобиль для своих нужд. Кузова джипов переделывались. На них ставили оружие и боеприпасы. На джипе можно было покрывать большие расстояния. Бойцы САЭС снискали себе отличную боевую репутацию. Как выражался наш радист, солдаты САЭС прыгают из самолета с парашютом за спиной и ножом в зубах. В июне 1944-го подразделения САЭС присоединились к войскам союзников, освобождавшим Францию, и с тех пор вели бои в Европе. Конечно, там они тоже ездили на джипах. Лис считал их идеальными кандидатами. Первым из бойцов САЭС об операции Тамбола узнал Рой Фарран, сотрудник итальянского штаба. У этого человека боевых наград было больше, чем у любого другого служащего САЭС. Рой Фарран, закаленный в боях ветеран и солдат до мозга костей, участвовал в боях в египетской пустыне и на Крите. Внешне он совершенно не походил на героя войны в общепринятом представлении. Фарран был очень приятным, мягким и вежливым человеком. Если бы я не знал, кто он такой, встретив его на улице, ни за что бы не подумал, что передо мной военный герой. Его уважали все. В 1942 году Фарран чудом избежал смерти. Но истолковал он этот знак судьбы по-своему. Фарран считал, что раз ему чудом удалось выжить, то он может снова рисковать. С этого момента Фарран вознамерился смело смотреть в лицо опасности. Фарран любил риск. Казалось, ощущение того, что смерть совсем близко доставляла ему удовольствие. В общем, Фарран был типичным представителем САЭС, дерзким и склонным к авантюрам. Но к концу войны стало ясно. Боевые подвиги остались для Фаррана в прошлом. Ему поручили скучную канцелярскую работу в главном штабе САЭС. Операция Тамбола стала для Фаррана искушением. Он решил принять участие в операции тайком от начальства. 6 марта 1945 года первый отряд десантников САЭС должен был сесть в самолеты на аэродроме недалеко от Флоренции. Фарран сообщил своему командованию, что он хотел бы попрощаться с десантом и пожелать им успеха. Десантников должен был встретить Лис. На этот раз им пришлось оставить свои драгоценные джипы. По крайней мере, на некоторое время. Самолет подлетел к району высадки. Фарран тоже схватил парашют и выпрыгнул из самолета. За такое нарушение можно было поплатиться военной карьерой. Позже Фарран утверждал, что выпал из самолета случайно. Он отправил на базу радиограмму, где сообщал, что мог бы возглавить операцию, раз уж высадился вместе со своим отрядом. Вы верите, что прыжок Фаррана не случайность? Конечно. Фарран хотел находиться в центре событий. Он не из тех, кто может сидеть спокойно, когда где-то идут бои. Лис и Фарран немедленно приступили к подготовке операции. Фарран попросил командование выслать больше оружия и подкрепления. Его просьбу выполнили. Судя по всему, Фарран мог достать что угодно. Свой отряд он снабдил любимым оружием бойцов САЭС. Тяжелые автоматы. 76-миллиметровые минометы. И легкое артиллерийское орудие. 75-миллиметровая гаубица. Все это сбрасывалось с самолетов. Вскоре в отряде было 40 бойцов САЭС. Новоприбывшие оправдали все ожидания Лиза. Настоящие профессионалы. И настоящие смельчаки. Последняя просьба Фаррана оказалась необычной. Он снова доказал, что может достать все, что угодно. Это был волынщик. Он, как и все военные, чтобы попасть в отряд, тоже прыгал с парашютом. И самолет доставил настоящего волынщика в Килте и с волынкой. Итальянцы от изумления потеряли дар речи. Фарран возлагал на волынщика две задачи. Во-первых, поднять боевой дух в отряде. Во-вторых, показать врагу, что операцию проводят британцы, и таким образом защитить местное население от возможных карательных мер. План операции «Тамбол» оказался относительно простым. В атаке должны были участвовать около ста человек. Это лис со своей охраной, которую он называл летучими мышами, 40 партизан. 40 советских перебежчиков и примкнувший к ним австриец Ганс. И, наконец, 20 десантников во главе с Фарраном. Задача оставшихся партизан и десантников – охранять лагерь. Участникам рейда следовало разделиться на два отряда, по одному на каждый объект. Первый – это вилла «Кальви», центр связи. И второй – вилла «Росси», где размещался главный штаб. Но операцию осложняло одно обстоятельство. Виллы охраняли 360 человек. 60 дежурили вокруг зданий, остальные стояли в трех километрах от объектов. Рядом находились зенитные точки. Там еще около 150 человек. Фарран приказал перебежчикам выстроить оборонительную линию, чтобы преградить дорогу немецкому подкреплению. У союзников имелось одно преимущество – элемент неожиданности. 21 марта 1945 года дали зеленый свет на выполнение миссии. Все было готово. Отряд начал спускаться в долину. Им нужно было пройти около 50 километров. Внезапно бойцам пришлось остановиться. В штабе войск союзников решили пойти на попятную. Операцию Тамбола отменили. Фарран и Лис чувствовали горькое разочарование. А партизаны с таким энтузиазмом, готовившиеся к операции, могли расценить решение штаба как предательство. Все подготовили. Мы распределили задания и поделили отряд на три или четыре группы. Каждой группе определили место для размещения. Вся операция была продумана. И тогда Лис и Фарран приняли важное решение. Они решили нарушить приказ. За это они могли предстать перед военным трибуналом. Возможно, им грозила тюрьма. Тем не менее, люди спустились в долину. Отряд, вооруженный автоматами, пистолетами, пулеметами и гранатометом, начал движение. Это опасное путешествие в долину заняло у них всего 24 часа. Отряд добрался до фермы, где дождался наступления темноты. Ночью бойцы заняли необходимые позиции. Немецкий штаб находился на равнине. Эта местность совершенно не подходила для партизанской войны. Туда нельзя было спускаться днем. Отряд бы сразу заметили. Поэтому они дождались темноты. 27 марта 1945 года. Два часа ночи. Первый отряд партизан и профессиональных десантников добрался до виллы Кальви, где находился центр связи. Они атаковали противника. На вилле Кальви стоял адский шум. Воздух оглашали выстрелы и звуки шотландской валунки. Отряд подошел к вилле с заднего фланга. Атакующие захватили с собой гранатомет, чтобы снести дверь. Но он не попал в цель. Тем не менее, бойцам САЭС удалось проникнуть внутри здания и занять первый этаж. Но на верхних этажах оборону держали немецкие солдаты. Сопротивление усиливалось. Занять верхние этажи было невозможно. Требовалась другая стратегия. Союзники решили поджечь здание. Устроить для противника западню. Вилла Росси, 2 часа 5 минут. Но в это время охрана виллы Росси уже поднялась по тревоге. Элемент неожиданности был утрачен. Отряд десантников во главе с Майклом Лизом прорывался к зданию под интенсивным обстрелом. От них требовалось найти и убить генерала. Но и здесь нельзя было прорваться выше первого этажа. 2 часа 10 минут дорога к Ботеге. Тем временем вокруг вилл шла ожесточенная перестрелка. Немецкий гарнизон двинулся к виллам, где их встретили партизаны-перебежчики. Немецкие солдаты пошли прямо на них. Фаран расставил вокруг поселка русских и итальянцев. Получилось что-то вроде полукруга. Они держали оборону и стреляли без перерыва. Немецкие солдаты, размещенные неподалеку, услышали шум и примчались на место событий. Дальше началось настоящее кровопролитие. Неизвестно, сколько немецких солдат было убито. Очевидно, много. Ожесточенный бой длился 20 минут, пока Фаран не дал сигнал к отступлению. Полегло много немецких солдат, в том числе старший военный начальник. Генерала союзники едва не упустили. Обе виллы, и центр связи, и главный штаб со всеми кабинетами пылали. Атака прошла весьма успешно. Оставшиеся в живых бойцы под покровом ночи скрылись за холмами. Отряд нападавших укрылся в убежище в горах. Там и подсчитывали потери. В бою погибли трое десантников САС. Несколько человек получили ранения. В бою на Велеросе Майкл Лис был ранен шрапнелью и получил несколько пулевых ранений. Его сочли пропавшим без вести. Шестерых партизан поймали и расстреляли на месте. Лиза ожидала та же судьба. Фарн с нетерпением ждал любых новостей о своем товарище. Наконец он узнал, что Лиз жив, хоть и серьезно ранен, и скрывается в долине. Лизу грозила смерть. Он получил три пулевых ранения, и у него был поврежден ножной нерв. Майклу Лизу требовалась срочная медицинская помощь. Он мог умереть. Фарн сделал то, что умел лучше всего. Сориентировался на месте. Он решил провести медэвакуацию. Фарн задумал забрать Лиза на захваченном ранее физалере Шторхе. Самолет должен был приземлиться на клочке ровной земли в холмистой местности. Задача почти невыполнимая. Лизу удалось добраться до площадки. Наконец, на горизонте появился самолет. Он пытался сесть. На это ушло пять попыток. Наконец, итальянскому пилоту удалось сделать невозможное. Майкла Лиза отправили на лечение. Сначала во Флоренцию, потом в Англию. Его жизнь была спасена благодаря Фарену и храброму пилоту. Но теперь трудности возникли у Фарена. Наступали немецкие войска. Враг намеревался нанести ответный удар. На поиски партизан отправились сотни хорошо вооруженных солдат. Но Фарен подготовился. Фарен устроил врагу засаду. В ход был опущен тяжелая артиллерия. Фарен умел эффективно использовать особенности ландшафта. Его бойцы начали обстреливать наступающих немцев из пулеметов Виккерс. Стрельба велась непрямой наводкой. То есть пулеметы оставались вне поля зрения врага. Виккерс даже мог стрелять из-за склона холма. Тем временем люди Фарена стреляли по немцам из 76-мм минометов. Они могли вести обстрел, не попадаясь на глаза противнику. Партизаны отразили атаки на лагерь. Немцы отступили с тяжелыми потерями. Спустя несколько дней отряд получил новое задание. Началось долгожданное весеннее наступление. В нем участвовали 900 тысяч солдат-союзников. Фарен получил приказ наносить удары по немецким постам, находившимся за линией фронта. Главной его задачей было нападение на автоколонны, а также на оккупированные немцами территории вдоль 12-го шоссе, соединявшего город Модена с линией фронта. Но для этого отряду Фарена следовало покинуть свое убежище в горах и спуститься в долину. Здесь нужно было полностью сменить тактику. Фарен знал, что делать. Он попросил базу выслать солдатам их старых друзей. Бомбардировщик «Галифакс» доставил несколько джипов. Машины сбрасывали на четырех парашютах, по одному с каждого угла. Джипы приземлились прямо на поле. Всего четыре джипа с мощным вооружением. Впереди у них стояли «Викерсы», сзади американские пулеметы 50-го калибра. На джипе. Десантники снова получили в свое распоряжение оснащенные оружием автомобили. На них отряд быстро перемещался, нападая на немецкие гарнизоны и колонны машин. По мере продвижения вперед войск союзников отряд Фарена продолжал совершать свои налеты. Фарен нанес немцам немалый ущерб. Атаки были совершенно неожиданными. К примеру, рев мотора самолета легко услышать, и можно быстро спрятаться, а джипы выезжали из-за поворота внезапно. Отряд появлялся и исчезал в мгновение ока. Наконец, Фарен задействовал самое тяжелое орудие в своем арсенале — 75-мм гаубицу. Это компактное орудие и боеприпасы к нему без труда транспортировали с помощью джипов. И вот Фарен предпринял дерзкое нападение. На джипах, которые везли гаубицу, его отряд подъехал городку Сосуола. Здесь Фарен выпустил по немецким автомобилям, зданиям и мостам города более 70 снарядов. Фарен сказал, что такой обстрел — мечта каждого офицера королевской артиллерии. Представьте, что чувствовали в этот момент немцы. Снаряды летели на них буквально из ниоткуда. Автомобильное движение на мосту замерло. Небольшой отряд под руководством Фарена прекрасно справился со своей задачей. Как позже объяснил сам Фарен, он знал, что несколько снарядов, выпущенных из гаубицы в городке за линией фронта, вызовут куда больше паники, чем прямая атака. Случаи неожиданного нападения немцы теряли много людей. Иногда они даже эвакуировались, чтобы избежать столкновения. Новая тактика себя оправдала. Фарен повторил этот трюк 19 раз. Тем временем союзники теснили немецкие войска на линии фронта. Весеннее наступление проходило по плану. В конце апреля 45-го года, после боев, продлившихся 23 дня, армия союзников встретилась с отрядом Фарена. Для партизан война была окончена. Они спустились с гор, чтобы отпраздновать победу вместе с армией союзников. В этой общей победе Фарен и Лис сыграли небольшую, но очень важную роль. Однако, теперь их могли ожидать серьезные неприятности. Они оба нарушили приказы. Фарен вообще не должен был там находиться. В лучшем случае, обоим грозило лишение воинского звания. В худшем – тюрьма. Фарен должен был ответить за свои действия. Но, к его удивлению, санкции не последовало. Американская армия вручила ему награду за столь удачно проведенные операции. Фарена наградили орденом за боевые заслуги. Он делами подтвердил девиз САЭС «Кто смел, тот побеждает». К концу войны в списке наград Фара назначились также орден за выдающиеся заслуги, военный крест и две планки. А вот Лизу повезло меньше. Несмотря на три полученных ранения, командование не проявило к нему снисхождения. из характеристики Лиза нарушал приказы с момента начала операции на территории врага, склонен к нарушению дисциплины и самодурству, бестактен, безответственен, заносчив. Но Фарен снова пришел ему на помощь. Он написал подробный рапорт, описывающий геройское поведение Лиза. И этот рапорт спас Лиза от трибунала. Но его репутация была запятнана. После войны он безуспешно пытался попасть на службу в разведку. Однако нашлись люди по достоинству оценившие действия Лиза. В благодарность за операцию Тамбола он был признан почетным гражданином города Реджо-Эмилия. В 1949-м Лиз участвовал в церемонии открытия мемориальной таблички, посвященной павшим в бою на Вилле-Россе. В 1985-м году он был признан почетным членом САЭС. Фаррану после войны оказалось очень трудно найти свое место в жизни. После войны ему было негде проявить себя. Он больше нигде не получил такого признания, как в авиационной службе. Фарран остался в армии. В 1946-м году он отправился в Палестину, где тогда шли бои. Сианистские отряды, боровшиеся за еврейское государство, требовали, чтобы Великобритания отказалась от мандата на Палестину. Британцы подвергались постоянным террористическим атакам. В мае 1947-го года Фаррана обвинили в убийстве 16-летнего Александра Рубовича. Британский патруль задержал юношу за расклеивание сианистских плакатов. Его насмерть забили камнями. На месте убийства нашли фуражку Фаррана. Начался долгий судебный процесс. Фарран предстал перед трибуналом в Иерусалиме. В конце концов бывшего бойца САЭС оправдали. Даже после этого эпизода Фаррану удалось встать на ноги. Он уехал в Канаду, где начал новую жизнь. Как и Майкл Лис, он написал мемуары, увлекательный рассказ о своих военных подвигах. Тот факт, что Фарран и Лис нарушили военный устав, не подвергается сомнению. Но это было сделано не зря. Они провели успешную операцию. Она вошла в легенды САЭС. И потому Фарран и Лис избежали наказания. Программа к показу подготовлена компанией СДИАМЕДИА. Перевод Анны Заславской. Текст читал Роман Антонович. «Заславской» СДИАМЕДИА. Субтитры создавал DimaTorzok